Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Из поучений Святаго Иоанна Засаустова на книгу «Деяния апостольских» Не будем же считать козни чем-нибудь бедственным Если мы не будем действовать сами против себя, то никто не в состоянии уловить нас в свои козни Или лучше строить козни против нас могут, но не могут причинить нам вреда Напротив, даже принесут нам величайшую пользу Так как мы сами бываем виновниками, что терпим зло или не терпим Да, я свидетельству открытой и громче трубы возвещаю И если бы можно было, не отказался бы зайти на какое-нибудь возвышенное место и провозгласить Что христианину никто из людей, живущих на земле, не может вредить Что я говорю из людей? Не может и демон, мучитель, дьявол, если христианин сам не причинит зла самому себе И кто бы не захотел причинить нам зло, напрасно будет стараться Как ангелу, находящемуся на земле, никакой человек вредить не может Так и человек такому человеку И сам он не может вредить другому, пока он добр Что же может сравниться с таким человеком, который не может не терпеть вреда Не сам вредить другому Последнее, то есть, чтобы не желал причинять вреда другому не меньше первого Это как бы ангел и подобен Богу, потому что таков и Бог Но он таков по природе, а тот по произволению И так христианин не может не терпеть вреда, не вредить другому Впрочем, слова не может, не принимай за бессилие, потому что бессилие означает противно этому Я разумею, здесь не расположение Он по природе своей бывает не расположен, не терпеть вреда, не делать зло другому И последнее есть также вред Мы вредим себе и тогда, когда делаем зло другому И большая часть грехов наших происходит именно от того, что мы не желаем добра самим себе Таким образом, христианин и потому не может терпеть вреда, что не может вредить другому А каким образом, причиняя вред другим, мы вредим самим себе Объясним это частными примерами Пусть кто-нибудь обижает другого, оскорбляет, лихаимствует Кому он причиняет вред? Не прежде ли всего самому себе? Совершенно так Обиженный понес ущерб в деньгах А обидевший в душе, так как его душа подвергается погибели и наказанию Опять пусть кто-нибудь ненавидит Кому он сделал зло? Не самому ли себе? Таково именно свойство причиняемого зла Что оно прежде тяжко вредит тому, кто сделал это, а другому мало Или лучше, ни мало не вредит, а приносит пользу? Но я сказал нечто невероятное Положеный пример, а в этом преимущественно и все заключается Что какой-нибудь бедняк имеет мало денег И едва достает себе необходимую пищу А другой богат, живет в изобилии и имеет великую силу Пусть последний возьмет имущество бедного Лишит его одежды и оставит в голоде А сам на счет неправедно отнятого будет роскошествовать Он не только не причинил вреда бедному, но и принес пользу А себе не только не принес пользы, но и повредил Как? Во-первых, он мучается за свое зло и ежедневно грузается совестью И бывает осуждаем всеми, а затем на суде будущем Так, скажешь, отсюда видно, что это терпит вред Но скажи, как тот получает пользу? Он терпит зло и переносит его великодушно Это есть великое приобретение Терпение зла заслуживает отпущения грехов Есть подвиг любомудрия, есть училище добродетели Посмотрим же, кто из них во зле, тот или этот Тот, если он любомудр, переносит великодушно А этот ежедневно мучается страхом и подозрением Кто же получает вред, тот или этот? Это басни, скажешь ты У кого нечего есть, кто принужден скорбеть и бороться с бедствиями Или идет просить милостыни И не получает, тот не страдает ли душою и телом? Нет, ты говоришь басней, а я говорю дело В самом деле, скажи мне, разве из богатства никто не скорбит? Что же? Бедность ли служит причиной этого? Но он не терпит голода Что же из этого? Тем хуже, что с ним случается это при богатстве Богатство не делает великодушным им бедность малодушным Иначе никто из живущих богато не испытывал бы в жизни скорбей И никто из бедных не проклинал бы своей бедности А что сказанное вами действительно басни Объясню следующим образом Скажи мне, Павел в бедности или жил, или в богатстве? Терпел голод или нет? Сам он говорил В голоде и жажде 2 Коринфянам 11.27 Пророки терпели голод или нет? И они терпели бедствие Но скажешь, ты опять представляешь мне Павла Опять пророков Десять или двадцать человек Ну кого же ты хочешь? Представь мне, говорит, кого-нибудь из народа Кто бы мужественно переносил бедствие Но такие люди всегда редки Отличных немного Если же хочешь, исследуем дело само по себе Посмотрим, чьи заботы больше и мучительнее, чьи легче Не правда ли, что один заботится только о необходимой пище А другой при множестве дел забывает и о пище Богатый не боится голода, но боится за многое другое Часто за самое свое спасение Бедный не может не заботиться о пище Но не имеет других забот Наслаждается безопасностью, спокойствием, бесстрашием Посмотрим Сколько зла происходит и в нас самих Когда бывает в нас нечто подобное Если что-нибудь из находящегося в нас Приступит свою меру за счет другого Если, например, печи, недовольствуя своим местом Захочет занять и чужое вместе со своим То скажи мне, не болезнь ли это? Опять, если влага, образующаяся, находящаяся в нас соки Наполнит все тело То не болезнь ли это водяная? Вместе с этим жест должна распространиться И кровь разлиться повсюду И в душе гнев, пожелание и другое тому подобное Превышая меру, не причиняет вреда самому человеку Так и пища, если будет принята в большом количестве Нежели какое может перевариться То подвергает тело болезням Да и откуда подагры? Откуда параличие и дрожание тела? Нет неумеренности или в пище? Также, если бы глаз захотел принять боли надлежащего То есть, если бы захотел видеть боли, нежели сколько ему назначено Или принять света боли надлежащего То этот избыток скорее повредил бы ему, нежели принес пользу Если же тогда, как свет есть добро Глаз желает видеть больше и яснее находит погибель То подумай, что бывает со злом Если слух воспринимает громкий звук То он бывает поражен Если он станет мыслить о предмете, превышающем его силы То изумляется А если будет усиливаться больше надлежащего То совершенно теряется Любостяжание в том и состоит Чтобы желать иметь больше надлежащего Так бывает и с имуществом Когда мы хотим собрать его больше и больше То сами не замечая пытаем себе дикого зверя Имея многое, нуждаемся во многом Навлекаем на себя бесчисленные заботы И представляем дьяволу множество поводов Потому над богатыми дьяволу нет нужды и много трудиться Богатство делает их совершенно готовыми к падению И так бывает с людьми, живущими в бедности Совершенно напротив Так эти вещи сами по себе пагубны Потому увещевая вас, воздерживаться от таких пожеланий Чтобы избежать сетей лукавого И возлюбив добродетельств подобиться вечных благ Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа С которым Отцу со Святым Духом Слава держава честь Ныне и пресно и во веки веков Аминь